1639 год, фактически преддверие уже английской революции, про которую буду довольно подробно. Сложное явление. В марксистской историографии с неё как раз начинали модерн, то есть новое время. Ну, модерн, конечно, раньше. В принципе, можно нидерландскую, наверное, считать началом модерна, хотя она была не очень значима. Но ранний модерн начинается где-то 1600 год. Они уже живут в этой ситуации, когда идёт научная революция и так далее. То есть все признаки модерна там есть раннего. Суть конфликта в Шотландии, как я уже говорил, Карл I постепенно вводил католицизм и в Англии, и в Шотландии. На это очень ярко реагировали протестанты, особенно в условиях войны, которая шла в Европе с католиками. Там степень ненависти уже была довольно серьёзная. В особенности в Шотландии, где были более радикальные протестанты. Ну, можно так грубо сказать, что в Шотландии радикальные протестанты господствовали, а в Англии были представлены группами пуритан, которые были в целом такими диссиденты. То есть, а в Англии была серьёзная оппозиция. Но, значит, тем не менее, Карл напирал, парламент он на этот момент не собирал, пытался абсолютную монархию провернуть без парламента, ни в Шотландии, ни в Англии. В 1936 году он ввёл новые каноны шотландской церкви, в которых вводились епископы, то есть по католическому образцу, а епископов не признавали. Протестанты радикальные. И в 1937 году ввёл литургию, в которой были упоминания святых, и были там что-то типа обрядов, то есть было красивое убранство церквей, и всё такое. Я не знаю, иконы ввели, не ввели, пытались ввести также иконы же в этой, в англиканстве. Радикальные протестанты считают любое присутствие каких-либо символов на богослужении однозначным католицизмом. То есть они из богослужения признают только проповедь, чтение священных всяких текстов и пение, всё. То есть никаких не должно быть там вот картинок, статуй и так далее. А на такие внешние вещи обычно реагируют люди больно. То есть они их сразу воспринимают. Ну, примерно вот как у нас староверы немедленно обиделись, когда заставили крестные знамения поменять. То есть, когда обряды меняют, это люди более нервно воспринимают, чем даже идеологию, которую многие не понимают. Ну вот, когда 23 июля попытались эту новую литургию провести, началось прям восстание немедленно в Эдинбурге против этого всего, так как они уже около 100 лет были все упорные протестанты и воевали за это неоднократно. 28 февраля 1938 года на волне возмущения многочисленные протесты подали от лица различных дворян, различных социальных групп. И вот на волне всего этого собрали в Эдинбурге всех представителей Шерландии, парламент собрали, аристократия, дворянство, горожане, духовенство, и приняли национальный конвенент. То есть манифест оппозиции о том, что не будем вообще никак менять религию, и все вот это, что Карл хочет вести, все отменить, и шотландская нация готова защищать протестантизм. А также они требовали, чтобы парламент был в законодательной сфере более важен, чем король. То есть чтобы законы принимал парламент, и все. Король только был типа главнокомандующим армии, то есть перейти к конституционной монархии в такой достаточно радикальной ее форме, которая, в принципе, потом Англия перешла. Ну вот с этим был не согласен, естественно, король. Который имел там небольшое количество сторонников, в основном в районе Абердина там были сторонники короля, и, соответственно, его реформ церкви. Однако большая часть там страны Шотландии не поддерживала Карла. Поскольку к тому времени большие отряды из шотландцев и англичан участвовали в 30-летней войне, там была куча народу с хорошим военным опытом, и в том числе полководцев и в Англии, и в Шотландии. Там была куча всяких ветеранов военных действий, и они немедленно там развернули армию в Шотландии. Естественно, непосредственно в Англии их поддерживали пуритане, которые на тот момент считали, что их преследуют, фактически их преследовали. То есть пуритан преследовали при всякой попытке, допустим, обличать то, что в англиканской церкви там католицизм, затрагивать короля аристократию. Ну, поскольку король аристократии эти реформы проводили, они были вынуждены затрагивать, да? Поэтому пуритане бежали в Америку на тот момент. Либо затихарились, и часть пришла к террору. Началась так называемая Первая Епископская война. Это вот как раз 1639 год. Англия сосредоточила порядка 200 тысяч человек. Они планировали высадить десант в Абердине, где были их сторонники, и наступать с Абердина на юг. Навстречу им будут наступать англичане на Эдинбург, и одновременно ударят ирландцы, которые вообще католики. Значит, ирландцы ударят там через пролив, соответственно. В общем, с трех сторон наступление. Однако все вот это наступление шотландцы полностью развалили. Во-первых, они первые ударили по Абердину. Англичане не смогли серьезный десант высадить, и Абердин очень быстро взяли. 19 июня 1939 года шотландцы Абердин взяли. Затем они немедленно все перекинулись на ирландцев и полностью их отбили. И когда уже туда выступили англичане, уже практически все было понятно. Поэтому довольно быстро провели войну за полгода шотландцы. И 18 июня 1639 года было подписано официальное перемирие. Карл обещал созвать парламент Шотландии и в парламенте обсуждать это все. То есть не удалось ему военным путем подавить. Карл пытался заниматься политикой, расколоть шотландцев, кому-то там что-то пообещать, но не было какого-то компромисса, потому что он все равно требовал, чтобы ввели там епископов, через епископов осуществлять контроль за шотландской церковью. Шотландцы понимали, что для этого и вводят, чтобы за ними следить. Дело в том, что пресс-фитеры у них были выборные, они сами выбирали, он хотел ввести там епископов, которых король назначает. То есть это контроль над их религией хотел осуществить. И они категорически против были. 12 августа 1939 года в Эдинбурге собрали собор шотландской церкви, который все подтвердил. Завел, что епископов не надо и никогда не будет здесь. И вся прочая херня, которую вводит Карл, это все ересь, это все католицизм, все прочее нас не волнует. Затем собрался парламент 31 августа, и все то же самое подтвердил. То есть никакого компромисса не было достигнута, они начали переговоры с Францией о поддержке. Франция собственных протестантов раздавила, но зато поддерживала их по всему миру. У Ришелье была откровенно политика прагматичная. У себя протестантов убиваем, за рубежом поддерживаем. В таких условиях Карл был перед лицом крупной войны, и поэтому он решил все-таки создать парламент в 1640 году, потому что нужно было деньги. Чтобы деньги с населения получить, ему нужно было согласие населения на то, что ситуация критическая, и чтобы население само согласилось дать деньги, потому что в Англии они бы не дали напрямую. Однако вот этот созыв парламента в 1640 году был фактически началом революции, потому что парламент английский ему тоже не подчинялся.